Путинские войска – гордость России. Так считают многие зомбированные Роспропагандой. Но на деле ситуация совершенно иная. Челябинский военнослужащий подрался с сотрудниками ДПС. Возможно, в подобном инциденте некоторые не увидят ничего особо важного. Однако это только начало. В Ростове-на-Дону военный застрелил таксиста после спора об Украине. В Белгородской области российский военный открыл стрельбу по сослуживцам. В Брянске осудили военного за убийство посетителя кафе. Они возвращаются в свои города, села, населенные пункты. И начнут это уже проецировать на социальном уровне в рамках своего квартала, своего города, своей семьи и так далее. Это еще основная масса военнослужащих с войны не вернулась. То есть буквально это вот один там ушел домой отдохнуть и гранатомет привез, другой тоже там в отпуске и пристрелил пару человек, потому что они с ним не согласились в споре. То есть основная масса военнослужащих еще не вернулась с войны. И чем бы эта война не закончилась? Когда бы она не закончилась, они вернутся. Сегодня мы расскажем то, о чем молчит российская пропаганда. Про военных, которые якобы должны были защищать, но фактически превратились в угрозу для самих россиян. Это угроза для любого человека, любого жителя Российской Федерации. Первая причина агрессии российских военных, которые побывали на войне в Украине – посттравматический синдром. И, как заявляет эксперт, таким людям нужна квалифицированная психологическая помощь. Но в России мы прекрасно понимаем, что большинство не получают этой психологической поддержки. Это свойственно абсолютно всем конфликтам, всем войнам, это явление ПТС. А без помощи они могут навредить не только себе, но и своему окружению. Могут расти, например, количество самоубийств, количество насилия семейного, количество преступлений именно уличного типа и так далее, и так далее. Это только одна часть, только психологическая составляющая. Есть также и морально-этическая. На этой территории, на оккупированной, не действуют никакие органы юстиции, нет правоохранительной системы, нет никаких предохранителей со стороны российского правительства. Полная безнаказанность за свои действия. Вот вторая, но не менее важная причина их поведения. Он понимает, что он ответственность за это не несет. Он понимает, что ни один командир ничего плохого не скажет. Эти армейцы совершали военные преступления. Они мародерили, насиловали, полностью разрушали города. Они расстреливали обычного велосипедиста. Чего еще можно ожидать от таких людей? Он другим уже быть не сможет. Возвращаясь назад к себе, Ставрополье, Поволжье, куда угодно. Они делают то, что они делали в Украине. Потому что они понимают, привыкли, что ответственности не будет. Можно делать, можно убивать, насиловать. Также среди российских военных много представителей бедных регионов. Кува, которая поставляет большое количество так называемых добровольцев российской армии, это самый бедный, самый нищий регион в России. И помимо всего прочего, там еще самый высокий уровень преступности на душу населения. Именно убийств на бытовой почве и не только. А также сотни, если не тысячи заключенных, которых отправляют воевать вместе с армией. Заключенные, которые резко получают уменьшение срока, либо вообще прощение срока. Что можно ожидать от этих людей, которые возвращаются опять-таки с войны, где они ощутили еще большую безнаказанность за совершение преступлений, и опять-таки, которые еще имеют и посттравматический синдром. И пускай не все, но многие из них вернутся в Россию. Эти люди не поменяются сами по себе. Там со временем начинает из них вылезать вот это вот зверье, вот это вот чудовище. Настоящий, скажем так, бум, настоящий взрыв. Примерно к концу 2022 года, к началу 2023 года должен уже состояться этот взрыв. Редактор субтитров А.Семкин